Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня я вас приглашаю к себе на кухню. У меня будет, наверное, скорее всего такая рубрика на канале. Попробую ее ввести. Она, конечно, будет нечасто. Это такие кухонные посиделки. Наши болташки с подружками, да, как мы собираемся со своими подружками близкими. И болтаем за чашечкой кого-то чая, может какие-то делаем домашние дела. На данный момент я буду делать домашние дела, а точнее готовить вареники. У меня будут вареники с картошкой и с капустой. Для своих мальчишек готовлю обоих. И сейчас я вам вкратце расскажу о своих новостях, так как я к вам не появлялась после 8 марта. То есть мой ролик вышел 9 марта, да, больше не подключалась. Некогда было. Не то, что некогда, а какой-то был упадок сил. Записывать камеру, включать не было возможности. И я вообще, конечно, с предвкушением того, что нас ждет. Так как у нас объявляют локдаун в Украине. Кто не с Украины, не знаю, как у вас. Расскажите, пожалуйста, комментариях, что у вас с этой обстановкой карантинной. Потому что сейчас, наверное, тема номер один. Кстати, вот в Украине сегодня ровно год назад объявили локдаун. Я ровно год назад должна была ехать к своей сестре. Видите, помню до мелочей. У меня были билеты. Все. То есть я уже сегодня должна была быть в гостях у сестры год назад. Но так я и не поехала. Из-за того, что был объявлен полный локдаун. Мы все сидели дома. Никто никуда. Была такая какая-то паническая паника. Никто не знал, что. Я тоже подверглась этой панике. Не буду кривить душой. У меня муж с этого смеется. Говорит, ну ты же умный человек. Ну ты же понимаешь, что это просто такое состояние. Люди не будут невозможности, что не пропадут продукты с магазина. Но у меня была паника. Я помню, мы ездили, покупали продукты. Потому что я боялась, что и магазины закроют. И мы не останемся без еды. Только вот не могу понять. Вот если сейчас анализирую всю ситуацию. Ну тоже вот мука есть. Я умею печь хлеб. Да, да, да. Я пекла хлеб в детстве. Поэтому я умею печь хлеб. Вот, пожалуйста, свари себе вареников. Уже еда есть. Но вот все равно какая-то паническая атака присутствует. Возможно, потому что мы все родом с 90-х. Да, вернее, не родом с 90-х. Я в 80-е родилась годом. Но мы пережили вот тот ужас 90-х. Когда нигде ничего не было. Благо мы жили, несмотря на то, что это районы, да, районы, их центр. Мы жили в... У нас было свое домашнее хозяйство. Соответственно, всегда было какое-то яйцо, какое-то мясо. Всегда было. Но, видимо, по сей день я обожаю колбасу. И если у меня на столе будет стоять мясо или колбаса, я, откровенно говоря, отдам предпочтение колбасе. Это все, наверное, отголоски 90-х. Потому что в моей семье колбаса покупалась на праздники. Смотрю, как есть. Была домашняя колбаса, но все равно хотелось магазина, вот той химической, как я называю. Вот. Поэтому отголоски 90-х остались у нас, наверное, долго. Нас будут с вами преследовать, скорее всего, эти отголоски. И ты ничего с этим, мне кажется, не поделаешь. Так что вот такой вот карантин, да. То есть у нас объявляют. Младшая школа учится. Сын учится по расписанию. Вот он ушел в школу сейчас на 12 часов дня. Я вот занялась с вареничками, да, для них. Как раз придется школа. Я морозилочку закину. И пусть кушают потом. Вот. Младшая школа два дня учится еще. А старшая с пятого по одиннадцатый классы. Но это в Харьковской области. Не знаю, в Харьковиках. А именно в Харьковской области вот так вот. Потому что я сегодня разговаривала с сестрой. У нее дочки. Две дочки. Одна как раз в промежуток попадает с пятого по одиннадцатый класс. И обе не пошли в школу. А вот у нас, получается, уже детвора, на дистанционном. Том, что же ты там нашел? У нас, кстати, если вы будете слышать посторонний шум, простите. Потому что у нас соседи делают ремонт. Я на вязальном канале уже говорила где-то. И на инстаграме в своем вязальном выкладывала. Это, конечно, трэш. И я понимаю, что людям надо. Но раздражение муки не присутствует. И кот тоже мой нервничает. Кот у нас не привык к какому-либо шуму. А тут такой огромный шум. Да, Том, я о нем говорила, он подвывает. Вот. Так что у нас дети сейчас как бы локдаун. А потом у них... Ой, что-то мне тут тесто приклеилось. А потом они идут на каникулы. И эти каникулы, как я поняла, неизвестно, насколько затянутся. Это, конечно, печально, честно, я вам скажу. Потому что... Ну, потому что, потому что. Мне очень-то нравится, когда ты не знаешь, насколько затянутся. А, и еще, знаете, что объявили, что дети 9-4 и 9 классов, не тире, а 4-9 классов не будут писать ДПА от государственного... В общем, на украинском переведу вам. Державная пенсионковая аттестация. В этих классах не будет. Понятное дело, что дети счастливые, но... Не счастливые, если так понимать, это что вы понимаете. Хотя бы вот этим ДПА как-то дети учились, вытягивали, потому что понимали, что это необходимо. То есть сейчас никакой проверки не будет, и дети скажут, да, нафига оно нам надо. Ну вот. Реальность жизни, да. Относительно моего питания, девочки, точно так же, как я не могла вернуться на канал, я не могла вернуться к какие-то диете. Вот как нарушила на 8 марта, так вот и по сей день я нарушаю. Хотя я почитала в интернете, там была информация относительно гормонов и как бороться с гормонами. У меня повышен эстроген, и там было сказано, что нужно исключить углеводы. В принципе, в любых вариантах, где проблемы с гормонами, нужно вести к минимуму, либо исключить углеводы. То есть, ну я, честно говоря, я себя комфортно чувствую полностью, когда нахожусь на низкоуглеводном питании. То есть мне нужно, чтобы присутствие углеводов было хотя бы минимальное какое-то. То есть, поэтому я, мне не имеется в виду мясо и овощи, то есть белок и овощи. Белок, да, я сегодня шутку читала в интернете. Чем вы питаетесь? Белок. Нет, что вы потребляете пищу? Белок. Как вкусное у них мясо? У кого? У белок. Вот точно так же и здесь. В общем, я ем мясо, я ем рыбу. Но опять же, я уже заметила, когда я ем рыбу, я не ем сладкое. Как только я, у меня нет в рационе рыбы, я ем сладкое. Не уж там, что я тоже заметила, это закономерность. Но рыбу я покупаю себе исключительно на рынке в одном месте. Ни в магазинах, ни на этом, ни в одном месте. Единственное, я ввела зарядку. И зарядку я ввела... Ой, я уже неделю тренируюсь. Хм, как круто. Неделю тренируюсь. Мне Юлечка Шаламова, она, по-моему, на прямом эфире. Может, она на прямом. Ну, короче, в одном из своих видео она упомянула о том, что у нее там... Что она программку скачала, и вот по программке тренируется. И я скачала себе, и по ней тренируюсь. Там я выставила для похудения программку. А также выставила себе для... Там, растяжка и жиросжигания. Выбрала себе такие варианты. И я вам скажу, мне нравится. Так что я вот так вот сейчас занимаюсь немножко упражнениями. Жду, когда хотя бы нормализуется какая-то погода, чтобы можно было выйти и на улице заниматься. Имеется в виду бегом. Многие меня, конечно, переубеждают. Считают. Многие говорят, что бег негативно сказывается на коленных суставах. Ну, я надеюсь, я буду понемножку. Плюс я уже жду потепления. Я думала, если будет такая погода, как на прошлых выходных... Просто у меня на прошлых выходных немножко муж приболевший был. От усталости, как мы говорим. Если что, мы можем с ним поехать кататься на велосипедах. Я уже жду. Хочу вот выехать покататься. Знаете, на машине это классно кататься на велосипедах. Это свой другой кайф, честно вам скажу. Мне нравится. Конечно, это сложно, но мне нравится. Так что, надеюсь, я с завтрашнего дня все-таки возьму себя в руки и полностью беру углеводы. Сегодня я, конечно, сминимизирую. Я хочу свести к минимуму. Мало я в это верю, потому что я ворую сейчас... Я, потому что сейчас стою, леплю вареники. И в любом случае, первые вареники я съем, конечно же, себе. Но я не смогу не сварить себе вареников, когда я сейчас здесь стою, леплю. Я всегда так делаю. Первый день, когда я леплю вареники, я стараюсь много налепить. Почему я и включилась с вами поболтать? Чтобы себе немножко разнообразить, да? Приготовление пищи на кухне. И вот леплю вареники. Знаете, еще, что я хотела вам рассказать? Я тут недавно посмотрела сериал. Он всего лишь на 4 серии. И, по-моему, по 45 минут серии. Очень меня впечатлил. Я давно таким запоем не смотрела сериал. То есть я его включила смотреть в 10 вечера. И пока я не закончила смотреть, я не ушла спать. Причем последнюю серию я даже не вязала, смотрела. Потому что у меня уже сил не было вязать. Но все-таки ночь на дворе. Но я пропала с кадром, да? Простите меня. Но все-таки, знаете, когда очень интересно, то хочется понять, чем же оно закончится. В общем, сериал называется «Энн Бурда». Я думаю, кто меня смотрит, многие знают, что это такое. Кто это такая? Это известная хозяйка, создательница из всемирно известного журнала «Бурда моды». По которым шили наши бабушки, мамы, да? Всякие же выкройки там были. Очень, очень интересный сериал. И честно, я, когда его закончила, у меня муж очень редко уходит ко сну без меня. Ну, как это вот такая у него привычка. В принципе, у меня такая привычка. Особенно если его дома нет. И он где-то там уехал, и должен вернуться. Я его жду, как бы мне спать не хотелось. Я жду. Вот меня муж тоже подождал. Благо, на следующий день у нас был выходной. Это было воскресенье, да? Суббота на воскресенье я смотрела. Поэтому я могла себе только позволить. Но я легла. Легла в кровать, да? И говорю мужу, вот такая-такая ситуация. Вот ситуация о том, что ты знаешь, что у твоего мужа... Мне было сначала сложно проекцировать на него. Вот напишите, пожалуйста, что вы бы делали. Когда ты знаешь, что у твоего мужа... Можно сказать, на стороне. Уже 10 лет есть вторая семья. На обеды, к которой ты постоянно регулярно ездишь. И там даже есть ребёнок. Более того, женщина... Там женщина, которая... Та вторая. Она является хозяйкой того, чем... О чём мечтала ты всю жизнь. Ты рассказывала, то есть это твоя была идея. В общем, речь идёт о журнале, да? То есть сначала я... Я запамятовала. Но сначала два года этим журналом занималась любовница. Мужа Энн, да? Анны Бурден. Она себя потом назвала Энн. И закрутила её назвать Анной. Причём девушка из бедного района в Германии, да? Она вышла с этого района. И, понятное дело, муж был уверен, что она никуда не денется. Будет жить с ней. Более того, да, он передал в управление ей журнал. На условиях, что она с ним не разведётся. И честно, я не представляю. Я, наверное, бы не смогла. Либо ты получаешь свою мечту. Причём, понимаете, о том, что... Когда твоя мечта, ты идёшь к ней, и ей управляет кто-то другой. В общем, это для меня было морально, физически сложно. Понятное дело, что таким образом люди добиваются своего успеха. То есть она... Более того, он сделал очень жёсткие условия. Все услуги по журналу она должна была покрывать сама. Причём, как оказалось, была двойная бухгалтерия, и ей об этом никто не говорил. Ну, это вот, знаете, такие нюансы. А двойной бухгалтерии, обо всем, да, вот, пожалуйста, это был 1949 год, когда стартовал этот журнал. Я вам скажу, что они прожили с мужем в браке до 1986 года. Когда она уже сделала журнал успешным, он продавался. Был какой-то определённый уже тираж. Муж понял, что ему не нужна эта любовница. Он действительно купил дом в другом месте. Причём, более того, дом любовницы был по соседству с офисом этого, да, там, издательства. Это, ну, настолько, мне кажется, сложные нюансы такие. Вот, кому интересно, посмотрите. Потому что фильм действительно о том, как не нужно опускать руки, как нужно идти к своей цели, к своей мечте. Поэтому, если вы любите такое вот, посмотрите, это своего рода биография, да, известного издательства. Сейчас этим издательством управляет, владелица известного журнала. И сейчас этим журналом управляет сын Энн. И я вам скажу, ну, в общем, я была в восторге. Друзья, я сериал вам настоятельно всем рекомендую. Очень классный, мне он безумно понравился. А я буду прощаться, буду дальше лепить, не отвлекаться, да. И всем пока-пока.